Здравствуйте, с вами Дара. Хочу вас дальше знакомить с книгой потомственных фитотерапевтов семьи Лавриновых. Книга называется «1500 рецептов народной медицины». Издана в 2003 году в городе Москва. Остановимся на болезнях органов дыхания. Для лечения заболеваний воздухоносных путей и легких чаще других используются следующие растения аир, алоэ, анис, багульник, береза, будра, бузина черная, буквица, валериана, вахта, вероника, девесил, донник, душица, зверобой, земляника, исоп, календула, калина, клевер, коровяк, крапива, лен, липа, лук репчатый, малина, мать и мачеха, можжевельник, мята, одуванчик, ольха, пырей, редька, репешок, ромашка, смородина черная, солодка, сосна, спорыш, тмин, тысячелистник, укроп, фенхель, хвощ, чабрец, череда, чеснок, шалфей, шиповник, эвкалипт. Ассортимент лечебных средств народной медицины значительно шире, а частое и разнообразное использование одних и тех же видов лекарственных растений свидетельствует об их эффективности. Сейчас я представлю вам материал у лечения насморка. Насморк острый. В течение заболевания выделяют несколько стадий. В первой стадии острого насморка, в стадии раздражения, применяют мази, эмульсии или соки лекарственных растений с противовоспалительным и анестезирующим действием. Соки алоэ, свежих листьев послена черного, масла, облепихи и шиповника по 4-6 капель 3 раза в сутки. 10% мазь тысячелистника и крапивы. 20% мазь цветков календулы. Во второй стадии острого насморка, стадии серьезных выделений, назначают вяжущие лекарственные средства. Вяжущее действие обусловлено способностью дубильных веществ растений вызывать частичное свертывание белков и образовывать на слизистой оболочке защитную пленку, уменьшая таким образом выделение износа. Форма введения лекарственных растительных средств может быть различной. Наиболее часто используют настои, отвары, мази, порошки из растений. Эффективны также ингаляционные процедуры. Приводим рецепты лекарственных растительных средств, применяемых при остром насморке. Кара дуба 10 грамм, трава зверобоя 5 грамм, кара ивы 5 грамм, цветки липы 10 грамм, листья мяты 10 грамм. 20 грамм измельченного сбора залить 200 мл кипятка, настаивать в течении 3-4 часов. Перед употреблением добавить 3-5 капель пихтового масла. Применять в виде капель в нос, по 6-8 капель 3-4 раза в сутки. И для ингаляции 3-4 процедуры на курс. При длительности одной ингаляции 5 минут. Следующий рецепт. Трава тысячелистника 10 грамм, корень фиалки трехцветной 10 грамм, трава душицы 10 грамм, листья шалфея 10 грамм, кора калины 10 грамм. 15 грамм сбора залить холодной водой 200 мл, настаивать 1 час, кипятить 5-7 минут, охладить, процедить и применять в виде капель в нос или ингаляции. Следующий рецепт. Трава душицы 10 грамм, сосновые почки 10 грамм, кора ивы 10 грамм, цветки мальвы лесной 10 грамм, листья мать и мачехи 10 грамм, применение, как в предыдущем рецепте. Следующий рецепт. Кора дуба 15 грамм, листья шалфея 15 грамм, цветки календулы 10 грамм, цветки липы 10 грамм, 20 грамм сбора, залить 200 мл кипятка, настоять в течение 1,5-2 часов, охладить, процедить и использовать в виде капель в нос и для ингаляции. Следующий рецепт. Настой листьев мяты перечной 10 грамм на 200 мл, настой травы тысячелистника, обыкновенного 10 грамм на 200 мл, отвар коры малины 15 грамм на 200 мл. Настой и отвар смешать. По 50-100 мл смеси на 1 ингаляцию. Народная медицина при насморке рекомендует широко использовать свежеприготовленный сок из чеснока и лука. Чистый сок лука и чеснока раздражает слизистую оболочку. Поэтому его рекомендуется разводить водой или смешивать с 50-10% раствором натурального меда в соотношении 1 к 5 и 1 к 10. Препараты из лука и чеснока оказывают болеутоляющее антисептическое действие благодаря содержащимся в них алилбисульфиду, алилтрисульфиду, эфирному маслу и другим химическим веществам. Они разрушают дисульфидные связи между мукополисахаридными цепями, что приводит к разжижению слизи, подавлению секреции бакаловидных клеток и уменьшению отделяемого из полости носа. Препараты лука не рекомендуют применять лицам с повышенной секреторной функцией желудка. В третьей стадии острого насморка, стадии слизистогнойных выделений, рекомендуется применять свежие к соке алое, каланхое, а также 5% масляный раствор тысячелистника. При лечении острого ринита хорошо помогает натуральный сок каланхое. Его закапывают в полость носа по 3-4 капли каждые 4 часа. При аденовирусных инфекциях верхних дыхательных путей Ковалева, 1971 год, предлагает закапывать в нос сок капусты огородной, содержащей лизоцим. Довольно эффективным при лечении острого насморка является сок свеклы обыкновенной. Согласно рекомендациям народной медицины могут быть применены отвар зверобоя, сок свежих листьев мяты перечной, послена черного, отвары корня щавеля конского и коровика скипетровидного. В качестве средств общего воздействия при насморке приводим следующие рецепты народной медицины. Первый рецепт Настой 1 столовой ложки травы белоуса торчащего в 1,5 стакана кипятка принимают при простуде, гриппе по 1-2 столовые ложки 3 раза в сутки. Следующий рецепт Больным с гриппом, находящимся в постели, дополнительно к проводимому лечению дают пить отвар корней и корневищ девесила высокого и дегеля лесного, взятых по 15 грамм на 1 литр воды. Растения заливают холодной водой, кипятят 10 минут и принимают по стакану 3-4 раза в сутки в теплом виде. Следующий рецепт Свежие ягоды калины обыкновенной, истолченные, и смешанные с медом, разбавляют кипяченой водой комнатной температуры и принимают по полстакана 2-3 раза в сутки. Это средство способствует быстрому выздоровлению при гриппе и простудных заболеваниях. Следующий рецепт 1 стакан молока сырого и 1 столовую ложку шалфея кипятить 10 минут на медленном огне. Затем процедить и снова закипятить, немного остудить и выпить перед сном. Следующий рецепт против риновирусов эффективны лицевые паровые ванны. 2 столовые ложки цветков ромашки лекарственной или тимьяна ползучего залить 1 литром кипятка. Больной наклоняется над сосудом, накрывается полотенцем и интенсивно дышит одновременно ртом и носом. Так делается небольшими интервалами в течение 3 минут. Эффективность лечения 72% за сутки. Лекарственные травы и растения Вы можете купить в нашем магазине. Ссылку смотрите в описании. Будьте здоровы!